сегодня у нас ходок ходок мы сделаем на гриле на каждом гриле можно конечно простом гриле обычный ходок делается это сладкая булочка сосиска сваренная добавлено пару соусов и все но в этот раз мы пойдем по другому пути сделаем грильный ходок я думаю намного это вкуснее чем простой ходок или можем сказать это по-другому просто вкусно как всегда и вот так она будет выглядеть итак всем 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 привет меня зовут владимир и вы на канале гриль джигит итак начнем гриль для начала нужна паприка болгарский перчик удлиненный такой у нас называется немецким шпицы паприка отрежем конечно этот хвостик и сделаем такой надрез и уберем внутрь на один ходок 1 1 болгарский перец и 1 паприка перейдем к следующую продукту это сыр у меня чадосы английский сыр вы используете какой у вас наличие есть нарежем его такими ломтиками сантиметр на сантиметр и примерно 8 сантиметров длиной можно и длинче это будет видно потом какая у вас грильная колбаса или просто колбаса грильная колбаса у нас называется на фриши гробы братвус то есть фриши это свежая не сваренная гробы это просто гроб помолота грубо помолота и братворс из братворс грильная колбаса поэтому сделали такой надрез и вставили туда ломтик сыра если у вас другая колбаса используйте другую вот примерно так вид сбоку надрез сделали такой рычок ставили сыр и закрыли колбаску чтобы сыр не вытекал если кто-то делает сам такие колбаски то он стоит я так думаю на голову выше наш тех потому что самодельная колбаска намного вкуснее чем покупная конечно и так пластиковый пакет это пластиковый пакет пакет для заморозки мяса или овощей я сделаю такие надрезы и разверну его просто чтобы у меня было больше площади 3 деревянные палочки для шашлыка и бакон для каждого хода к нам потребуется одна деревянная палочка и примерно 7 ломтиков бакона и вот так бакон выложим 7 ломтиков следующий этап две грильные колбаски положено в окон возьмем одну деревянную шишечную палочку для шашлыка и проткнем эти две колбаски насквозь чтобы они держались вместе на этой шишечной палочки вот теперь видно для чего нужен пластиковый пакет и бакон то есть мы сделаем такой ролл суши ролл можно сказать даже завернем грильные колбаски в бакон по принципу суши и кезе то есть сыр который там находится он будет оставаться в колбаске и не вытекет потом или вытекет если только немного и последний нам нужно будет только желток от 2 яйца и на этом подготовка закончена начнем грилить и так гриль чугунная плата немножко добавим растительного масла нагреем ее конечно и начнем обжаривать грильные колбасу со всех сторон желательно со всех сторон и на большой тебе сначала на большой температуре посередине было только что колбаски без покода я их убрал так как они поджарятся быстрее чем колбаски с бакон где их дожарим потом после а также положим на разогретую правую часть два богатских перчика пусть они тоже немножко станут мягкими или поджарятся на гриле обжарили колбаску и чугунную плату просто передвинем на правую сторону там меньше температура и она будет медленно доходить так как колбаса со свежего мяса и нужно немножко время возьмем какой-нибудь барбекю соус и конечно обмажем их это уже на любителя перчик готов колбаски тоже готовы все-таки как мы не старались запаковать колбаски баконом сыр вытек немножко но это не страшно а теперь булочки для ходок они конечно удлиненные должны быть и также мы их немножко положено акриль и немножко сделаем такими хрустящими желток обмажем сверху и добавим сезам семечки это все для вам что было красиво конечно если будете вкусно хрустящая булочка такая булочка на там настоящем ходоке мягкая и ну мне не очень нравится обжарим булочки с двух сторон чтобы была такая легкая хрустящая корочка ну легкая корочка вот они обжарились какие они горячие ой а теперь самый главный процесс формировки нашего ходока хрустящая булочка грильная колбаса и поджаренный багарский перчик посмотрите какая хрустящая булочка вот такая вот не так нравится и так булочку положим болгарский перчик он такой мягкий сочный и колбасу колбасу положим в болгарский перчик и завернем так я просто обожаю этот хрустящий звук булочки уберем деревянную шпажку или палочку кетчуп и жареный высушенный лучок для ходока он продается практически во всех магазинах здесь здесь пластиковая посуда маленькая или у меня рука слишком большая немножко трудно вата доставать оттуда этот поджарен сушеный лучок а теперь кетчуп обычно кетчуп льется на колбасу на грильную колбасу или просто нормально ходоке на обыкновенную вареную колбасу я сделал так и у меня вид получился этого ходока немножко страх страшноватый и он подходит для такого хеллевин пати на мой взгляд так получилось и вот честно говоря мне даже самому смешно стало вот такой он получился ходок ну можем сказать что с этой грильной колбасой было очень вкусно но вид был очень интересный скажем так всем приятного аппетита оставайтесь со мной приходите в гости и как по-немецки у нас говорят чесну на фида заин до следующего раза